Про третью задачу. Каждые двое знакомых не имеют общих знакомых, это значит ноль, да? А каждые двое незнакомых имеют право на одного общих. Могу сформулировать несколько несложных задач, которые вы можете попробовать решить всё. Тогда будет понятно, как эта задача решается. Вот эти самые ещё дополнительные задачи. Если у нас имеется граф, и в нём максимальная степень его вершины равна А, это значит, что из каждой вершины выходит не более чем А, ребер, но и из каких-то одной или нескольких вершин выходит ровно. Значит, А это максимальная степень его вершины. И если этот граф имеет диаметр 2, сейчас я объясню, какой диаметр. То нужно доказать, что число вершин в этом графе не больше, чем А в квадрате плюс 1. Ну а что такое диаметр графа? Ну а диаметр для того, что такое? Это наибольшее расстояние между вершинами графа. Ну а расстояние между вершинами графа, это наоборот, длина кратчайшей цепи, соединяющей эти ручки. Ну, диаметр равен 2, это означает, что любые две вершины графа можно соединить либо прямым ребром, тогда расстояние будет со мной измениться, либо цепью из двух выберут, тогда расстояние будет 2, если нет прямой цепи. Вот что означает, что диаметр графа равен 2. Предположение, что вот такое условие выполнено, то есть любые две вершины либо соединяются прямым ребром, либо вот такой цепью, значит, доказайте, что число вершин не больше, чем А в квадрате плюс 1. И А, вот это самая максимальная степь. Это не сложная задача. Вторая, тоже не сложная задача, но в ней вместо диаметра фигурируется величина, которая называется обхват. Что такое обхват? А обхватом называется триминаль наименьшего цикла, который есть в газе. Ну, цикл – это последовательность вершинной вершины, которая вот так замыкается. Понятно. Длина наименьшего цикла называется обхват. Ну, например, если у графа есть треугольники, то обхват будет равен 3, потому что длина наименьшего цикла как раз равна циклу. Если в графе есть циклы длины 4, но нет циклов длины 3, значит обхват будет 4. А в задаче речь идет о графах, у которых обхват 5. Это значит, что в этом графе нет ни треугольников, ни циклов длины 4. А задача такая. В графе максимальная степень вершины равна а, а обхват равен 5. А доказать нужно в ровно противоположной графе, что тогда число вершин в этом графе будет не меньше, чем а квадрат плюс 1. Это вторая задача. Обе задачи несложные, просто какая-то терминология вводится, но смысл очень простой. И вполне вы можете решить. Но если эти две задачи объединить вместе, то тогда получается вот что. Если в графе выполнены одновременно вот эти два условия, то есть у него идеальность f2 и обхват равен 5, то тогда в нем число вершин просто будет равно а квадрат плюс 1. И дополнительно вы можете сами доказать, что тогда этот граф будет еще и регулярным. То есть а будет не просто равно максимальной степени, а все степени вершин в этом графе будут равны а. Вот это еще одна задача. Ну и наконец, последняя задача, которую вы тоже можете решить, если вы эти задачки все решите. Рассмотрим граф, у которого число вершин, как раз 1 плюс 1 в бакарате. в котором выполнены вот эти условия 0 и 1. Тогда степени всех вершин в этом графе будут равны а. И этот граф будет регулярным и даже сильно регулярным с вот такими вот кашморами. Это все вытекает из вот этих первых задач. Ну, нужно только немножко, там, кое-что к этому добавить. Так вот, такие графы называются графами муру. Ну, если коротко, то можно сказать, что граф муру – это просто граф, у которого диагноз равен 2, а акваз равен 2. Потому что из этих задач автоматически вытекает, что условия вершин будет в точности А в бакарате от плюс 1. Из этих задач вытекает, что степень будет везде одинаково равна а, то есть граф регулярный. А вот эти условия, они очевидны. Потому что если обхват равен 5, значит нет треугольников. А раз нет треугольников, значит выполнено вот это условие, что любые двое знакомых не имеют общего знакомого. И нет и треугольников там, то есть цикл в длине 4. Потому что если бы были циклы в длине 4, то двое незнакомых имели бы двух общих знакомых, а здесь ровно 1. Поэтому из условия про обхват вот это все автоматически утекает. Таким образом, эти условия про обхват идеалит все равносильны вот этому условию. Вот такие графы называются графами Мур. Но тоже возникает вопрос, а при каких А они существуют? Сам Мур, по-видимому, ответы на этот вопрос не дал. Мур, известный был специалист, один из основателей теории конечных автоматов. Возможно, что у него эта задача оттуда и возникла, потому что автоматы можно изображать в виде диаграммы, а диаграммы это, ну, в общем, графы. Причем регулярные. Но с какими-то пометками, не решили, не калеком дополнительно. Но, в принципе, графы. А ответ на этот вопрос дали Хоффман и Синбургам. Все на ребятской математике, насколько я понял, коллеги по работе Мура, они доказали, что графы Мура существуют только в следующих случаях. Когда А равно 3, 7 и 57, и больше их не могут. Причем, существует ли они при А равно 57, неизвестно. То есть они не доказали, что он существует. Они доказали, что они могут существовать только при этих значениях. И, по-видимому, может быть, и до сих пор неизвестно. Во всяком случае, я только ввезел статьи, где доказываются разные свойства вот этого гипотетического графа, если он существует. Но граф так и не построен, и не доказано, что ему нет. При А равном 7, ну, граф достаточно сложный. Думаю, видите, у него будет 10 в квадрате плюс 1, 50 в решении. Хоффман и Симптон его построили и доказали, что он единственный. Но, опять-таки, его описывать у меня просто нет времени, и это достаточно сложно. Ну, несколько страниц занимается. Хотя, в общем-то, рассказать это можно. Вот. А вот при А равном 3, при А равном 3, это граффессионные студии. Он несложный и очень любопытный. Продолжение следует... Продолжение следует...